Здравствуйте! Это программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Сегодня нашу тему мы обозначили так – необычная семья. А говорить будем о том, как сохранить любовь и мир в семье, которая не вписывается в стереотипное понимание счастливой. У нас в гостях сегодня Ирина Конюхова, супруга известного путешественника и священника Фёдора Конюхова. Здравствуйте, Ирина! Добрый день! Ирина, прежде чем начать наш разговор, хочется поговорить о том, с какими же вы представлениями вступали в брак с Фёдором. Наверное, у вас были уже какие-то представления о том, какой должна быть семья, что такое счастливая семья, как правильно воспитывать детей, каким должен быть муж. Поделитесь тем, что вы думали перед тем, как стать супругой известного путешественника. Ну, мне повезло то, что Фёдор, он открытый человек. Перед тем, как в тот день, когда он мне предложение сделал, он тут же рассказал о себе. Почти сутки с ним общались, и мы говорили обо всём. Безусловно, конечно, и о детях, и о воспитании, и о нашей жизни будущей. Поэтому мы вместе как-то сформировали вот нашу дорогу, путь изначально. Раскрыли друг другу и увидели, что очень многое нас объединяет в понимании того, что есть счастье, семья, любовь. То есть, получается, вы всё-таки уже имели представление о том, на какой стезю стоите. Да, да. И он честно мне предупредил, что он будет путешествовать до 2043 года. То есть, он так себе обозначил свой жизненный путь, что меня очень порадовало. Значит, будем долго жить вместе. И также и сказал сразу же, предупредил, что в основном тебе придётся заниматься детьми, семьёй, а моя задача, я должен вдохновлять их на жизнь интересную, насыщенную. Ну, собственно, и я в своей профессии стараюсь это делать. Как-то мы оба сразу срослись на том, что детей надо воспитывать примером и любовью, а не какими-то нравоучениями. Как часто иногда муж говорит, а я ли воспитан, чтобы воспитать своего ребёнка, с чем я часто соглашаюсь. Поэтому мы изначально как-то старались, чтобы ребёнок с нами, он не чувствовал себя напряжённым, понимаете. Даже если мы ему делаем замечания, даже если мы его там воспитываем, мы всё равно стараемся это делать так, чтобы ребёнок не чувствовал за этим большого наказания, которое его может разрушить. Поэтому, я думаю, это бесконечный процесс вообще-то работы. Но мы стараемся. Ну, вы знаете, для меня всё-таки удивительным остаётся тот факт, что вы, зная, на что решаетесь, в общем-то, с радостью на это пошли. Ведь это только звучит так прекрасно, вот, жена путешественника, я буду его ждать, я буду верной подругой, вдохновлять его. А ведь в действительности на вас бытовые проблемы, на вас все хлопоты, пока он в путешествии, на вас воспитание детей. Вот как, может быть, вы посоветуете, мы что-нибудь поделитесь с нашими телезрительницами, в первую очередь, тем, как же в этот момент перестать роптать, например, на мужа, что вот ты меня оставил одну со всеми этими проблемами, и как найти в себе силы, как правильно себе объяснить эту ситуацию так, чтобы мир сохранился в семье? Не могу сказать, что с радостью, вот вы говорите, с радостью. Нет, безусловно, я понимала трудности, от них никуда не деться было в этой ситуации, это не лучший вариант, как я говорю, наша семья не есть классика. Классика – это когда вместе строят вьют, гнездо. Но так получается, что не все профессии предполагают присутствие физически родителей, не только отца, но и порой и матери, если этот человек вынужден ездить в командировке, или вот как актрисы они снимаются. Тут о другом важно договориться. Изначально, когда начинаешь строить семейную лодку и планируешь завести большую семью, важно договориться, что оба должны стремиться по максимуму быть вместе. Даже если они в разлуке, мыслями, общением, они должны выстраивать вектор единства. Вот так я это называю. Нам сейчас вообще везет с современным людям. Есть телефон, есть интернет, есть скайп. И в конце концов, наша душа, когда мы ее чувствуем, мы чувствуем же друг друга на расстоянии. И у нас, например, такой был принцип в семье, и он с этим согласился, что за разлуки должны иметь предел, что есть, должно быть какое-то святое время для семьи. И сколько бы ни было, вот есть у нас договоренность, есть время, когда это время, оно должно быть обязательно отведено для детей, для совместного общения. И вот сейчас у нас, например, есть такие законы. В субботу-воскресенье, вот у нас в этом году сын, первый год поступил в Сауровское училище. Младший сын, я хочу пояснить. Субботу-воскресенье, да, младший сын наш. В субботу-воскресенье мы не планируем ничего, кроме как общение с младшим сыном, сплощение втроем. У нас традиция, мы втроем его забираем с увольнения, втроем провожаем. И таких много у нас было разных вариантов, когда мы искали, как быть вместе. Ну, например, по максимуму стараемся провожать его, встречать, собирать в экспедицию, если есть возможность с ним поехать. Например, когда он в Англии готовил лодку, мы жили с ним два месяца. Когда на Канарских островах он готовил свой первый мировой рекорд пересечения Атлантического океана на весной лодке, 40 дней с ним жили. И причем жили даже уже и наши внуки. И вместе путешествуем с ним. И я путешествовала, когда была возможность, и вот с детьми путешествуем. В этом году у нас в августе будет семейное путешествие. Причем мы приглашаем другие, две других семьи к нам присоединяются. На Алтайск, в Алтайском крае. У каждого своя программа. Например, наш младший сын, он будет заниматься поиском следов снежного человека. Это будет гора Белуха известная. У меня как экологическая программа. А Федор хочет нарисовать эту гору. Он как художник еще. И вот нельзя сказать, что всегда удается. Но вот наши дети чувствуют, что мы максимально стараемся быть с ними, насколько это возможно. Второе, они должны чувствовать, что мы к ним неравнодушны. Что мы их любим. И третий момент, который бы я еще подчеркнула в наших отношениях, это то, что дети всегда знают, где бы мы ни были, и где бы ни были, мы знаем, помним о них, любим, вот это ощущение причастности. И стараемся вовлекать в нашу деятельность, в возможности быть вместе. Папа вовлекает. Потому что что такое отец, пришедший с работы, или мама уставший? Отец обычно хочет и мама отдохнуть. В этот момент они не в той лучшей форме, чтобы как-то восхищать своих детей. А есть место, где ребенок увидит своего родителя совершенно другим. С горящими глазами. Да, в своей профессии, мастером, талантливым. И вот эти моменты стараться надо показывать детям. Поэтому я приветствую, когда, например, люди творческой профессии берут свою, их, да в любое можно брать. Я вот, например, на лекции. С собой на работу, да? И даже вот свои проекты, где я езжу иногда, тоже беру. Вот сейчас ездила во Францию на стажировку. Мы всей семьей уездили. И Коля знал, что вот у мамы есть такая профессия. Ему нравилось, что мама вот поехала, и он тоже путешествует. А все ли ваши дети и внуки из тех, что уже подросшие, разделяют увлечение вашего супруга? Понимают его? Или есть те, кто обижен, может быть, тем, что им не было должное внимание у детей? Нет, безусловно, они не получили того, что должны были. И это понятно. Этот вопрос был бы странным, если бы я сказала, что нет, они довольны. Но вот тут там в том-то и состоит задача нас, родителей, вести с ними постоянную беседу. Я стараюсь рассказывать об отце, об его призвании. И самое главное, я хочу каждому ребенку, своему и внукам теперь, и Федор это делает, рассказать, что у каждого человека есть свой талант, есть свое признание, есть свой путь. И все мы близкие, любящие его. Конечно, желаем, чтобы он раскрыл себя в своем призвании, в своем таланте. Мы хотим, чтобы он жил вдохновенно, чтобы у него глаза были гореть. Как у нас, у родителей, так и у детей, в этом должно быть единство. И в этом отношении каждому говорим, не подражайте, может быть, берите в чем-то пример, в чем-то, что-то даже не берите, что вы считаете неправильным для вас. Главное, чтобы внутренним у вас ощущением было вот это вдохновение для жизни, как я говорю. И поэтому в нашей семье, если где-то мы недоработали с кем-то ребенком, мы стараемся быть открытыми, говорим, рассказывай, что тебе не нравится. И есть дети, к которым сих пор еще мы с ними общаемся, потому что недообщались с ними в их детстве. Есть у нас такие дети. И я вообще считаю, что родители, они до самой старости, до самой смерти, они должны быть в этом отношении родителями, которые должны общаться с детьми. Не то, что навязывать себя, но ребенок становится сиротой и в 60 лет, и в 70, если уходит его престарелый родитель. Это будет известно, вот когда человек проживет жизнь, он это поймет. И вот там, где ты что-то не успел сказать, у тебя есть большой шанс до самой смерти говорить своим детям. Так говорить, чтобы это действительно улучшало их взаимодействие. Но и главное, чтобы любовь в них, она росла к друг другу, привязанность, чувства. Чтобы, если, допустим, ребенка, какое-то появилось отторжение к родителю, не нужно сдаваться, не нужно думать, все, мир пропал, вот я ребенка потерял. До последнего, до последнего дыхания, будьте с ребенком. И я думаю, что... Можно изменить ситуацию? Да, конечно, можно. Конечно. Ну, еще, конечно, не могу задать такой вопрос. Все-таки, вот мы уже поговорили о других необычных семьях, где мама, актриса, предположим, или папа-геолог, это долгие командировки и так далее. Но в вашей семье есть существенное отличие. А ваш супруг постоянно рискует жизнью. Да, очень правильный вопрос. Поэтому мы верующие. Без веры, наверное, бы я не выдержала и дети. И у нас, конечно, когда отец в экспедиции, молитва, она на первом месте. Вот последняя в экспедиции, когда он совершал свой мировой рекорд, кругосветный полет на воздушном шаре, мы с Николаем, с моим сыном, специально ездили в Перд, в русскую общину, где вместе с общиной общались, потом ездили в храм Николая. Сегодня же день Николая Чудотворца, я вас поздравляю. Ездили в храм Николая Чудотворца, молились с македонской общиной. И что нам приятно, то, что с каждым годом все больше и больше людей молитвенно поддерживает Федора, и он это чувствует. Поэтому наша семья, да, мы все верующие, у нас и внуки с детства знают, что это такое, и знают, какова сила молитвы. И это нам, в общем-то, я думаю, и держит нашу семью, и помогает нам. А сколько лет вы уже вместе с Федором? Много, много. Мы уже 22 года в этом году будет, как мы вместе. И вот за эти 22 года не было соблазна сказать ему, «Все, хватит, пожалуйста, я больше не хочу нервничать, я хочу, чтобы дети видели тебя чаще и так далее». Вот не было такого соблазна? Нет, ну почему? Особенно в первые годы, когда еще мы друг друга познавали, и познавали наш путь совместный, безусловно, у меня были иллюзорные надежды, что все-таки он как-то больше будет семьей, чем больше в экспедиции, потому что бывало такое, вот он только пришел, и тут же уже на пресс-конференции заявляет о своих новых проектах, причем не один, а два, а три. И я еще только выдохнула, вот встретив его, и вдруг я слышу о новых его путях, и такое впечатление, что он на вокзале. Мне так казалось в тот момент. Но со временем я поняла, что это и есть его жизнь, это его путь, и иллюзии ушли, а научилась ждать и быть с ним на расстоянии. Вот жизнь на расстоянии с ним — это необыкновенное чудо, когда ты чувствуешь его присутствие, чувствуешь запах даже пространства, в котором живет. Это необъяснимо, но вот он где-то там в океане, я с ним рядом, и он со мной. Потому что люди, когда они долго вот в разлуках, у них появляется, это вот Бог дает ощущение того, что они не в разлуке, они все равно вместе. И он по телефону, слава Богу, есть возможности по мобильному общаться, и мы пишем друг другу письма, у нас выходят книги, некоторые нас уговаривают издать их. И вот это непрерывное общение, и ощущение даже того, когда у него какие-то происходят проблемы, я чувствую, у меня приходят и сны, и в молитвах, и он звонит, просит его поддержать. И ты проживаешь с ним эту жизнь. Не то, что ты живешь отдельно от него. Более того, я даже могу так сказать, когда он в экспедициях, я своей основной профессиональной деятельностью не могу в полную меру заниматься, потому что главное для нас и для меня, для детей, это прожить с ним вот этот его период. И ему это очень важно, верить в него, поддерживать его. Как только он возвращается, тогда я уже больше могу себе позволить заниматься и наукой, и учениками, и другими интересными проектами, которые удается по программе благотворительности осуществлять, реализовывать. А когда он в экспедиции, да, все мы, все полностью живем его жизнью. Поэтому нет такого ощущения разлуки. И как-то Бог помогает, вы знаете, конечно, трудно бывает в быту, но Бог помогает. И потом мы вообще-то очень скромно живем. У нас двухкомнатная квартирка, нам этого достаточно, у нас нет машины. Вот сын наш Николай, который сейчас в Уральском училище, он очень любит технику. И он сначала не понимал, почему мама с папой не имеют машины. А вот, знаете, не хотим обременять себя чем-то таким, что потом заставит это поддерживать, этим заниматься. Да, уж очень ценим нашу жизнь и общение вместе. Поэтому мы по минимуму наш быт устраиваем, по минимуму. Стараемся больше ездить, путешествовать, и как можно меньше обременяться какой-то недвижимостью. Но что мы делаем? Это мы строим часовни. У нас уже совместно, если честно, целых уже около 10 часовен построено. А одна часовня у него, где художественная мастерская во дворе, уже преобразована в храм, достроена. Это благодарность Богу за его спасение, за то, что он бережет нашу семью. Насколько я понимаю, ведь ваш супруг и священник, действующий, миссионер. И художник. Вот тут у нас можно видеть некоторые его картины. Они, конечно, профессиональные. И вы, в общем-то, тоже не только, так скажем, в кавычках, жена декабриста, но у вас еще и своя очень насыщенная жизнь, научная деятельность и так далее. И при этом вы многодетная мама и уже многодетная бабушка. Вот как удается это все совместить? Это какая-то порода людей, у которых сил больше? Или просто вы эти силы сами порождаете? Может быть, вы поделитесь секретами, как быть таким активным? Как иметь такую волю к жизни и такое желание действовать, действовать, действовать? Да тут ничего нет необычного. Тут как вот ваша передача называется – «Растить с любовью, жить с любовью». У меня было очень трогательное предложение «Руки и сердце» отца Федора, тогда еще просто Федора. Он мне говорит, я тебе ничего не обещаю, кроме любви. Вот ничего. Остальное все ты сама в этой жизни, честно тебе говорю, должна добиваться. А вот любовь я тебе дарю. И я могла сказать, нет, ну как я могу отказываться от любви? Это главное. И вот да, мы стараемся, мы очень стараемся. Это вот огонь к любви, который живет в нашей семье. Он теперь уже большой, огонь даже пламя, что есть внуки. Вот то, чего мы стараемся сберечь. Поэтому нельзя сказать, что все благополучно, но когда вот какие-то возникают проблемы, всегда выбираем любовь. И так же на наших детей. Вот мы очень ценим вот эти вечера, выходные. Мы настраиваемся даже. Вот бывает, она хочет со сына там повоспитывать, а я говорю, давай лучше скажем, что мы в него верим. Давай лучше мы просто его обласкаем любовью, потому что не дадя на любовь, она сказывается на человеке, на его судьбе. Я в этом уверена. Тот, кто недополучил любовь, к сожалению, судьба, как показывает практика его, печальна. Да, это не фатально, но так действительно часто бывает. Да, понаблюдать, если за этим. Вот дети, которые недополучили любовь, у них жизнь идет, к сожалению, тяжело. Но они ее ждать не могут часто, да, к сожалению. Да, да. Ну, а может быть, расскажете о каком-нибудь путешествии совместном, когда вы взяли и детей с собой. Ведь это все-таки сложно, тем более вы выбираете не самые простые маршруты, не самые простые способы передвижения, я уверена. Как удается детей в это вовлечь? Они у вас не похожи на современных детей, которые очень хотят комфортной жизни? Да, вот, кстати, вот давайте немножко о комфортной, а потом я расскажу о экспедиции. Вот мое видение, я сейчас и на лекциях выступаю иногда, мы выбрали ведь неправильное вообще в целом отношение к благополучию детей. Что такое благополучие детей? Почему-то считается, что это в обществе потребления только может возникнуть. Выращиваем детей потребителей, когда вот все тебе, сытая жизнь, комфорт, и не учим их с детства отдавать. Не учим их с детства трудностям, боимся, чтобы у детей были трудности. Ах, если у ребенка началось какие-то испытания, не дай бог, давайте соломинку подстелим, оградим. Вот это ложное представление о детском благополучии, оно ведет к тому, что потом люди вырастают не приспособленные. И в целом общество неправильно выстраивается. Культ потребления, вот эта мода на гувернант, так опять на обслуживающий персонал. Как можно делить людей? Вот в православии, наверное, же знаете, если ребенок три раза в семье не трудился, то он считается порченным. Есть такая вот в старых таких вот... Представления, да? Да, 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 вот тех вот реляционных, вот священники. В любой семье обязательно ребенок должен трудиться. Поэтому в нашем воспитании вот мы хотим, чтобы наш ребенок с детства не только брал, но давал. И вообще вот я и молодежь, и аспирантов к этому приучаю. Вот у нас есть место, где мы все вместе посадили сад, поставили крест для людей. И с детьми? Да, они с детьми, и друзья детей. Вот у нас есть такой у меня проект гуманитарный для своих. Я хочу показать, что вот в это самое лучшее воспитание детей. И еще всем предлагаю, вот как вы говорите, насчет путешествий. И второе, отдавать, вместе созидать и обязательно путешествовать. Открывать семьей этот мир. Потому что по очередности, вот и часто и Феодор, и я, бывает ситуация, когда мы одни что-то видим, и сразу вспоминаем наши детей. Как нам жалко, что они... Поэтому если только появляется возможность, не надо бояться. Можно вот у нас первый раз, Коля наш младший, два годика ему было, когда мы его взяли в Англию. С двух... ой, два годика, два месяца. Два месяца. С двух месяцев, да. А вот когда Коле исполнилось три года, мы решили с ним на очень интересный проект. Это вторая экспедиция по следам Великого Шелкового Пути по центральной и западной Монголии. Это был апрель месяц. Коле тогда было три годика. Но мы решили взять его, потому что в этот период у ребенка открываться мир, начиная с трех до пяти, знаете, вот этот интерогативный период. И я сказала Федору, давай не будем бояться того, что вот он маленький. Все-таки во времена Чингисхана караванами дети передвигались и были закаленные, сильные. Давай сделаем такой семейный эксперимент. И он удался. Это было очень необычное путешествие. Мы нашли, нам нашел хозяин фирмы Очерпат, корзины, на которых передвигались во времена Чингисхана дети. То есть вы его посадили в корзину? Да, это был его домик. Как я сказала мужу, очень хороший возраст. Три годика. Он еще не сильно большой. И корзина для него, в которой он передвигается, идеальный домик, где он и спал, и играл, и ел. И главное, он смотрел на это, и мере. Он задавал такие интересные, глубокие философские вопросы. Я шла сзади на верблюда, и Федор вперед. Это был необыкновенный эксперимент. И я вот сейчас говорю. Не ждите, когда ваши дети вырастут. Путешествуйте с малого возраста. Даже если сейчас что-то Коля забыл, есть история его путешествия. Есть наши дневники. Есть вопросы, которые мы записываем. Есть видеофильм. И все это для ребенка – это его начало, его совершенно другой жизни. Не в городе, не в жизни потребления, а в жизни исследователя. В жизни человека, который этот мир открывает для себя. Поэтому в нашей семье это мы за правила взяли, и всем рекомендуем. Я правильно понимаю, что во время путешествия, наверняка путешествия в Корзине, по Монголии, вряд ли было уж очень комфортным. Вы не заботитесь о том, чтобы обезопасить себя со всех сторон, обезопасить ребенка для того, чтобы ему было приятно, именно в бытовом смысле. А мы думаем, что наши дети этого боятся. Мы их недооцениваем. Дети-то как раз… Это мы себе придумали этот комфорт. На самом деле наше тело имеет такие колоссальные возможности. И ребенок… Ну, мы, естественно, его одевали по сезону, и все. Но ребенок, он насколько еще больше, чем мы, любит и сживает с этой природой. И вот, знаете, впервые, вот, законы даже Федора, как, вот, почему говорят, он вроде обычный физически, как он совершает вот эти вот сложнейшие экспедиции. Конечно, на первом месте вера и молитва, но есть еще его умение не жалеть себя, умение своим телом слиться со средой обитания. Вот как он мне рассказывал, когда он на Южное поле шел, он плохо тогда собрался, у него не хватало денег, он был одет плохо, и он очень мерз. И он говорит, на меня дует ветер сильно. А я ему говорю, ветер, ты стань моим другом, я с тобой сольюсь, и мы вместе пойдем. То есть, когда опять-таки мы говорим, вот, он еще маленький, не будем брать. А у ребенка это естественно. Вот мы мозгами думаем и говорим, вот, сейчас мы этого не боимся, мы сейчас все в одностроим, все получится. А у детей уникальная возможность. Они могут с этой средой так сливаться и быть органичной в ней. Поэтому вот, опять-таки, я советую, не нужно бояться, экспериментировать. Потому что если ваш ребенок живет с счастливыми глазами, если этот ребенок не грустит или не плачет, не хнычит, а какие-то издает радостные крики от того, что он видит вокруг, как вот на школе, там, кричит, поет, задает вопросы, значит, это и есть самая комфортная для него среда развития. Вот такой, смотрите на глаза ребенка. Горят они, не капризничает он. Значит, эта среда для него нормальная, естественная, ничего не случится, все будет нормально. Даже если холод, там, ледует ветер. Как вот бессмертный полк? Идут ведь в холодную погоду, 9 мая с семьями, идут дети маленькие, не боятся этого всего, потому что дух, их дух, их вот ощущение того, что этот мир необъятный, он прекрасен, и в нем столько хорошего, доброго, это их зажигает. Так же, как и нас. Дети такие же, как и мы. Хорошо. Спасибо вам большое, Ирина, за эту беседу. Нам, к сожалению, уже пора завершаться. Мне было очень интересно. Вы меня заразили. Масса идей. Так хочется уже куда-нибудь отправиться. Я с вами прощаюсь. И с вами я тоже прощаюсь. Это была программа для родителей «Учимся растить любовью». И я, Марина Ланская. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова